Сегодня мы бы хотели бы сегодня с вами пройти опять-таки следующий урок о семейной счастье, о шаломбайте. А именно сегодня с вашей помощью мы постараемся пройти тему, которая касается отношений, отношений между мужем и женой. В прошлых уроках мы построили так называемый дом, построили мы стенки, скажем так, духовные стенки нашей семьи. Мы именно сказали, упомянули разных сторон, как мы должны защитить нашу семью, чтобы негативные какие-то вещи, негативные влияния, чтобы не рушили нашу семейную гармонию, нашу шаломбайт. И как необходимо то, чтобы мы хранили именно вот эту гармонию, вот эти стенки, чтобы они были крепкие. Сегодня с Божьей помощью мы постараемся пройти, а что мы должны поставить внутри. Мы как назвали в прошлом уроке, это как интерьер. Есть дом, его скелет, можно сказать, его внешняя сторона, то, что защищает от нас, а есть еще интерьер, который происходит внутри. И мы должны сейчас знать, как мы должны относиться друг к другу. Эти вещи на самом деле, может быть, очень элементарны, которые мы сегодня скажем, но, как уже говорил один из великих мудрецов, Ромашхай Муцату, в своей книге, в великой-великой книге, в Месседе Шарим, то, что я не пришел вам что-то сказать, что-то новое, вещь, которая, в принципе, всем известна. Но настолько они известны, из-за того, что они чрезмерно известны, из-за этого люди, к сожалению, мы забываем. В первую очередь я, в первую очередь я говорю эти слова на самом деле себе. Потому что вещи мы знаем, приводя, что нужно так себя вести. Но с помощью вместе постараемся, может быть, возобновить этих вещей, вспоминать и поставить эти вещи на столе перед нашими глазами, чтобы, может быть, эти вещи опять вспоминать, опять, с вашей помощью, изменять или делать именно лучшим образом. Теперь момент, который мы обязаны именно в этом начале, то, как мы поймем именно отношения, что мы должны делать и как, и так далее, то ли понять основу всего отношений между людьми. Шалам Алейх, царь Соломон писал в своем книге Мишлей, следующие слова. Он писал, то, что отношения между людьми, это то, как, когда человек смотрит в воде, так как он видит свое отражение, то же самое отношения между людьми. Я прочитаю уже в переводе, в переводе, как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Если мы хотим, чтобы кто-то относился к нам хорошо, мы хотим этого, тогда отношения другого человека по отношению ко мне точно так же, как мое сердце внутри, даже если никто не видит этого. Вещь, которая внутри во мне, если во мне будут позитивные моменты, то другой человек тоже так же будет относиться ко мне. Это большой секрет, в принципе, не только в семье, везде абсолютно. Я хочу, чтобы кто-то любил меня, я хочу, чтобы кто-то относился ко мне позитивно. Ты сам лично постарайся к нему относиться внутренне. Внутренне к хорошим эмоциям, к хорошим мыслям, относиться внутри позитивно. Автоматом этот другой человек чувствует, ощущает этого. У него появляется тоже позитивное ощущение, подошенное к тебе. Это мы находим, дорогие друзья, Якова Вину и Эсов. Эсов, когда приближается к Якову, это был очень страшным моментом для всей семьи Якова Вину. Но Якова Вину в себе проявлял, что любовь, внутри себя проявляли любовь по отношению к Эсову. И как мы видим, когда они встретились, Эсов начал обнимать его и начали целого с друг друга. Конечно, там написано, что он хотел его укусить и так далее, другие объяснения, но в принципе это что? А Якова Вину был позитивным именно мыслью, и позитивный энергию, грубо говоря, показывал по отношению к другу Эсову. И обратно тоже вышло это. И это первый очерк, который мы должны знать именно в семье. Потому что вот, говорят наши мудрецы, кто есть на самом деле уважаемый человек. Кого уважают люди? Тот, кто уважает другого. Хочешь, чтобы тебя уважали? Ты должен уважать сначала других. Когда мы уважаем других, автоматом, как бумераг, это все абсолютно возвращается нам обратно. Идем мы одним шагом, мы уважаем других, и со стороны логики, в принципе, тоже так же, если мы любим кого-то, если мы уважаем, автоматом этот человек хочет обратно нас тоже уважать. И со стороны тоже Ашкаха Протид, надзора Всевечного, тоже Творец так делает, чтобы у нас было тоже уважение. Посмотрим в наших великих мудрецов, так как, возьмем пример, допустим, Рабу Ваде Иосиф, Сихруно Левраха, главный уровень Израиля, главный уровень северальских евреев, который пару лет назад скончался. Уважение, которое было Рабу Ваде Иосиф, это было что-то невероятное. На его похороны пришли столько евреев, если я не ошибаюсь, больше, чем миллион евреев были там, на его похороне. Вещь, который, я не знаю, история еврейского народа вообще помнит, такого или нет. Это невероятная вещь. То, что, я имею в виду, по крайней мере, последнее, то, что мы знаем, да, то, что нам много бы известно, это невероятная вещь. Это невероятная вещь. Как это? Посмотрим, как его уважали при жизни его. При жизни его был, кто бы ни был бы, кто бы ни был бы, у всех было невероятно большое уважение. Но посмотрим, как Рабу Ваде Иосиф сам уважал других. Был это маленький ребенок, или взрослый человек, или большой раввин, или далек от Торы, или близок к Торы, каждому относится с любовью. Каждому. Каждому видели бы, как Рабу Ваде Иосиф, люди, которые, абсолютно даже без кипи, и далекие, 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 в результате от Торы, такое любовь именно показывало к ним. Это что-то невероятное. И обратно мы видим, как Творец давал ему такое невероятно большое уважение. И это, в принципе, тоже можем взять в симметрике, друзья. Уважение мы хотим, чтобы друг у друга было уважение. Вначале уважения мы должны делать по отношению мужем и женой. Жена, чтобы уважала мужа, и муж, чтобы уважал именно жене. Когда мы делаем одну сторону, я тоже возвращаюсь с помощью, тоже обратно, как бумеранг. Это две основы, которые мы должны построить до того, как мы зайдем практически к ним на вещей, отношениях между мужем и женой. Первый момент, который я бы хотел бы здесь заметить, это именно посмотреть на позитивную сторону наших жен и наших мужей. Всегда у нас есть вариант, дорогие друзья, посмотреть на полупустую чашу или полуполную чашу. Чаша всегда будет половинным. Не всегда будет она первен, но всегда будет наполненным. Но у меня лично есть свобода выбора посмотреть, является ли эта чаша полупустой. Значит, он пустой, я смотрю на пустую сторону или я смотрю на полную сторону. Я смотрю на то, кто там есть вода, там есть что-то. В отношениях это очень, очень, очень невероятно важно, что мы всегда зацикливались на позитивную сторону наших, наших другим наполовину. Минусы и вещи, которые в принципе не хорошие или нам не нравятся, они всегда будут. Они всегда будут. И это нормально. Мы уже сказали в наших уроках, что так творить действительно именно создал. То, что для этого есть идея и вообще, почему мы были созданы муж с женой, чтобы, да, есть минусы и чтобы вместе жить, изменяться, более стать лучшим человеком и так далее. Но минусы будут. И будут быть внешны, или будет внутренны, или поведение, что бы ни было. Но что я смотрю? Я смотрю только на позитив. Я смотрю только на позитивные моменты моей жены. Где она самая хорошая? Где она, у нее получается так хорошо? Настолько она идеально делает именно вещи. И позитивной стороны, если я вижу, негативная сторона, дорогие друзья, она автоматом закрывается. Она автоматом закрывается. И я хочу сейчас привести другое выражение Шлома Мелеха опять-таки, потому что Шлома Мелех нам обучает невероятно в вашей мудрости, как мы знаем, кто был больше мудрее, чем Шлома Мелех. Шлома Мелех говорил, дорогие друзья, вражда возбуждает раздоры, любовь же покрывает все грехи. Если есть любовь, дорогие друзья, то покрывает это всех негативных моментов, которые есть. И так и написано ВИАХВА ТЕХАСЯ ВИКОЛ ПИШАИМ ТЕХАСЯ ХВА Всех негативных вещей любовь покрывает. Если есть любовь в действительности, то даже негативные моменты, которые могут быть, для нас это не важно. Для нас это неинтересно, так как миллионеру, который ему сообщает, что у него машину кто-то поцарапал. Седор, это не страшно, у него 10 таких машин, если он заплатит сколько, тысячи долларов, его починят. Это не настолько страшно. У него такая дорогая машина, что он будет переживать именно то, что там есть царапинок. Это не совсем важно. Элемай заметить эти позитивные моменты. К этому дается, дорогие друзья, очень невероятно большой притча, пример, был король, который у него были три скажем так минуса, три каких-то телесных каких-то недостатков. Первый это было то, что у него не было одного глаза, второй у него не было одной ноги, да, и у него еще было, у него было еще в спине у него была какая-то большая вещь. Теперь он попросил всех художников в стране, чтобы нарисовали этого короля. И каждый, конечно же, пришел, что нарисовали его, и чтобы они получили именно хороший подарок, конечно же, от короля. Пришел первый человек и нарисовал такого красивого короля, что у него оба ноги есть, и он такой красивый, с обоими глазами, он такой выправленный, он не такой этот. И король когда посмотрел, он говорит, что это не я, это не я, что ты показываешь, люди будут меня таким помнить, это вообще не я. Пришел второй человек, первый человек пришел, нарисовал такой же, как он, он без ноги, ноги, нарисовал без глаза, и то, что он такой хремой, вот этот. Сказал, что хочет, чтобы меня так допомнили, что я такой некрасивый. Пошел третий и смотрите, что он нарисовал. Он нарисовал то, что король сидит на своем коне, и он целится в животном, который хочет сейчас убить, стрельнуть. Он целится от кого-то животного, он хочет его убить. Так, как он нарисовал? Он нарисовал таким образом, что нога, которой у него не было, не было видно, потому что эта нога, которой у него не было, это было с другой стороны коня. Один глаз, которого у него не было, у него был закрытый, потому что он целится со стрелой. и для того, чтобы он целится, он должен был быть наклоненным, он наклянулся таким образом, что его минус, который у него было, что он не был прямым, вообще не было видно, потому что он специально должен быть в таком позе, чтобы целиться на этого животного. Кладкароль говорит, ты просто гениальный. Можешь посмотреть таким образом, можешь посмотреть таким образом, таким образом вообще не видно минусы, смотря как мы построим на самом деле нашу на вторую половину. То, как я женился, в день, тот день, когда я хотел уже делать предложение моей жене, я встретился с моим раввином в Израиле, Равлойхтером, который, не знаю, я его называю моим раввином, я его много слушаю и так далее, но у меня личный контакт мало бы он претен с ним, но его мнение для меня есть и было очень сильно как бы важным, что он вообще думает и как он на вечер смотрит. И слава богу, в этот день у меня с Ядовичем у меня получится с ним встретиться. И я спросил, что вот, я уже встречаюсь с девочкой, у нас было уже четыре встречи и так далее, и я думаю, что это она, я не знаю, я не знаю, как мне выбрать это. И мы поговорили и так далее, что как должен выбрать и так далее. Я сказал, если ты это чувствуешь, что оно действительно тебе хорошо с ней и так далее, элементарные как бы хибуры, элементарные связи есть, все отлично. Потом я спросил следующий вопрос. Я сказал, Равлайхда, расскажите мне, пожалуйста, один вопрос. Я не знаю, у меня никогда не была жена. Это Тайбоб первая и от меня везем, что она это моя жена. Но мне кажется, ты человеком живешь 120 лет. Неужели он тебе не надоедает? Я не знаю, просыпаешься, она там, идешь спать, идешь, дети, она там, идешь, везде она. Я не знаю, просто если был бы мой друг постоянно со мной, мне был бы сидел бы уже тут. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, я не знаю. Равлайхда был в шоке от этого вопроса. Я сказал, вау, я уже не ожидал, что ты задаешь. Ну, как бы, этот вопрос, это действительно чрезмерно важный. И слава богу, что ты понимаешь, до свадьбы этих проблем уже могут быть. И обычно люди это, ну, как бы, исправляешь что-то, или живут этим и не понимают, что у них есть эта проблема. Он говорит, очень хороший вопрос. Я тебе скажу тип, тебе скажу тип. В чем тип? Мой еще говорит, всегда ищи твоей жене новые моменты. Твоя жена, это должно быть человеком, который ты постоянно вычерпываешь, 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 что? Искать новые моменты в нее. Искать позитивные моменты в нее. Заметь всегда позитивных моментов, чтобы всегда всегда тебе интересно найти новые. Чтобы не это были отношениями и так далее, чтобы не это было засохло и всё. И идёт. Недай Бог. Искать постоянно новости, не дай Бог! Не какие-то новые ощущения или я об этом не говорю. Я говорю чисто в духовных отношениях, моральных не физических отношениях. Именно чисто в эмоциональных отношениях. Когда ты ищешь постоянно новое, тебе всегда интересно она она такая она такая теперь это невероятно большим на момент что мы заметили этот и когда действительности человек потихонечку потихонечку только замечать позитивных моментов дорогие друзья доходит до настоящей на любви я не вижу уже даже минусы даже если есть внешние минусы внутри минусы для меня это красота это час вот этого то что это он так на цели у меня глаза нету но это час красоты для меня и вообще ничего не замечаю и в этом дорогие друзья могут тоже родители очень сильно помогать своим детям чтобы родители никогда не смотрели на негативный сторону стороны как бы из своих невесток и так далее так показать детям то что смотри настолько на позитивных моментов ты как сынок или ты как дочка смотришь твою половину этих минусов смотри позитивные моменты смотри настолько он именно хороший настолько он именно во первых человеческие вещи и так далее итак далее когда это мы видим как мы же сказали выходит большими любовь и это невероятно большими вещей которые должны поставить как первич это мне кажется это всем нам известно просто как я уже сказал вспоминать этих моментов вспоминать этих моментов второй момент который необходимо чтобы построить именно в семье, дорогие друзья, это благодарность. Благодарность. Благодарность это один из больших, именно фундаментальных моментов, которые должно быть именно в семье. Сказать спасибо. Спасибо, благодарность. На что благодарность? На любую вещь, которую делают другой половины. Это не должно быть благодарность только тогда, когда купили кольцо трехкаратовое кольцо, когда нужно благодарить. Или там купили новую машину. Нет. Мелочь. Маленькие вещи. Замечать маленькие вещи в другом человеке. Жена что-то делала, маленькие вещи, но вот эта маленькая вещь дать цену. Спасибо тебе. Я ценю то, что ты именно делаешь. Открыто быть, открывать глаза, то, что другой половина делает по отношению ко мне. Не чувствуя то, что это должно быть саморазумеется. Когда вещь превращается в то, что это рутина, то, что саморазумеется, мы теряем вот это ощущение, вот это теряем отношение, которое должно быть здоровье, отношение между мужем и женой. Когда каждый из сторон, мы не думаем, что кто-то обязан к чему-то, а наоборот, благодарю тебя за то, что ты мне делал. Тогда абсолютно другая гармония находится в семье. Абсолютно другая гармония. Дорогие друзья, наши мудрецы пишут в Масахе Чаббат, Рабь Йосик говорил, то, что я называл мою жену моим домом. Меулам локараты лейшты ишты никогда не забывал, никогда не назвал мою жену мою женой. Я называл мою жену что? Мой дом. Объясняет Раши на этом месте. Почему? Потому что она есть, в принципе, весь дом. Она есть основа всего дома. Что это значит? Это значит, что все, то, что дома происходит, все то, что дома есть, все благодарности идут к ней. Все то, что дома есть, в принципе, все идет, в принципе, к ней. И не только именно в материальных вещах и в духовных вещах. Рабь Йосик говорил своей жене, как раз сейчас была историка бы с Рабь Йосикой, то, что Рабь Йосик говорил, 24 тысячи учеников, все Тора, которые я научил вас, и все то, что у меня есть, это все принадлежит ей. Все то, что у нас есть материальное или духовное, это все абсолютно относится к жене. Если бы жена не дал бы нам возможность работы, мы не могли бы работать. Если бы жена не дал бы нам возможность учиться, мы не могли бы учиться. Если бы жена не убирала бы дома, нам это нужно было бы самому делать. Если бы жена не делала бы все вещи, которые кажутся дети детьми, заниматься уроками, убираться дома и так далее, и так далее, чтобы он был бы именно с нами. На эти вещи нужно открывать глаза, дорогие друзья. И на что? На мелочи, на маленькие именно вещи. На маленькие вещи этот человек сделал, на эти вещи обращать внимание. То же самое и жена по отношению именно мужа. По отношению мужа сказать дома все время слово спасибо. То, что таким образом каждая именно сторона понимает и ощущает, то, что все то, что я делаю, к этому есть ценности. Очень часто большому болью я это говорю, я слышу, люди говорят, что я не думаю, что моя вторая половина ценит меня. Я не вижу этого, я не ощущаю это, что ценят то, что я делаю. Часто мужчины говорят этого, женщины говорят. Я не вижу, что ценят этого. Нам нужно открывать в другом стороне глаза на это. А то, что то, что ты сейчас делала, это что-то невероятное. Муж пришел. Через пять месяцев то, что жена просила его, чтобы поставить часы на стенке. В конце концов он решился. Поруха шеем взял молоток и сейчас хочет повесить. У него сейчас два варианта. Поругаться и сказать, что наконец-то ты такой лентяй. И ты пять месяцев ничего не делай. И так далее. Или же нет. Взять подняст другого человека, благодарить. Собрать всех детей. Дорогие дети, смотрите. У нас такой инженер-дом. Он самый большой инженер всего города абсолютно. Лучшего не бывает. И большое тебе спасибо за такое прекрасное чувство, что ты поставил. Что это мелочь уже? Ничего, да? Но это ничего. Вот эта маленькая вещь, мы можем человеку давать абсолютно крылья именно подарить человеку. Крылья подарить человеку. У него, допустим, у жени не получилось в другое время делать копридженную еду. Сейчас у нее получилось. Да, сейчас было хорошо. Давать ее крылья, давать ее благодарности и открывать глаза ей, что я ценю то, что ты сейчас делаешь. И вещи у нее не получилось. Это тоже поднять ее и сказать, что я ценю. Что ты стараешься так сильно. Я ценю то, что у тебя было столько времени, действительно ты взял ради этого. Ради того, что была эта еда. Или ради того, что получила что-то. Так, иногда бывает фашла. Иногда бывает то, что не вышло. Но что? Я ценю то, что ты делаешь. Я ценю то, что именно происходит. Дорогие друзья, давай задумаемся, будем честны. Настолько большой благодарности нам, мужчинам, я говорю себе, надлежит подножить нашим женам. Дорогие друзья, если женщина находится на девятом месяце, и у нее сейчас приходит уже время, чтобы рожать, и сегодня шаббат. Можем ли мы шаббат поломать, позвонить сейчас в такси и пойти в больницу? Нарушение шаббата? Взять телефон, ашэм и шмор. Взять телефон, это нарушение шаббата. Поехать на машине. Нарушение шаббата. Можем ли делать такую вещь? Дорогие друзья, мы обязаны этого делать. Как? Мы же нарушаем шаббат. Как это возможно? Потому что женщина на девятом месте, дорогие друзья, и то время, когда у нее приходит сейчас время родов, она под жизненнюю опасность. Женщина, которая сейчас рожает, у нее жизненнюю опасность. Это значит, если будем задавать честный вопрос по отношению к нам, сколько раз мы, как мужчины, отдавали свою жизнь под опасность ради наших жен? Никогда. Окей? Будем честны. Никогда. Но наши жены отдавали несколько, раз столько у нас детей есть, столько раз, три, четыре, пять раз, они отдавали их жизнь ради того, что кто-то утром говорил нам, папа, доброе утро. Они отдавали свою жизнь, дорогие друзья. Они отдавали и расконули свою жизнь ради этого. И столько благодарности надлежит именно нам по отношению к ним. Давайте один день останемся с детьми одни. Я говорю о себе, я не знаю, это очень тяжело. Очень тяжело. Наши жены находятся каждый день с ними. Каждый день и занимаются, и уроки, и все они должны делать, и все это на ее плече. Наши жены нашего поколения, дорогие друзья, они просто героини. И иногда жены еще зарабатывают деньги, и что они должны это делать. И убрать дома, и так далее. Все вещи. Жены нашего поколения, они в действительности просто героини. Нет у меня другого слова. И на эти вещи мне обязательно открывать глаза. Открывать глаза и показать с другом стороне. Показать этому другой стороне, что мы ценим это. Принесли кофе, спасибо тебе за это. Дело было чисто, рубашка, ты пошел, у тебя было утро. Спасибо тебе за это. Было что-то. И в отношении другой стороны тоже необходимо то, что когда ценят или ценить этих маленьких вещей, допустим, тогда, когда приносят маленький подарок, чтобы ценить эту вещь. И не сказать то, что вот, а, что такое даже всего лишь маленькие вещи. То, что женщина очень часто, дорогие друзья, это один из великих именно вещей, что, значит, иудаизмно обучает то, что человек очень часто ценит, можно его понять и его, как бы, оценивается в мелких вещах. Как он себя ведет в мелких вещах? И очень часто мы думаем то, что подарок им на жене это должно быть трехкаратное кольцо. Нет. Ему всего лишь нужна маленькая вещь. Маленькая вещь. Пошел в магазин и увидел хорошее именно красивое яблоко. Моя дорогая, я пошел, я посмотрел на это и думал, это только такое хорошее множение, как это полагается. Нашел хорошее конфеток, это только именно такое прекрасное множение, как ты. Мелкие вещи. Мелкие вещи это могут быть невероятно большим на вещах. Это могут очень сильно поднять другими на сторону. Нам кажется, что это может быть? Я пошел сейчас в магазине, закупился, все. Но один вещь экстра для моей жены. Я знаю, что ей нравятся вот эти кошерные чипсы. Я куплю ей. Я куплю ей. Она что-то, это для тебя. Все это для семьи, но это специально для тебя. Мелкие вещи. И жена, когда этого тоже ценит. И этот мелкий вещь, дорогие друзья, может превратиться невероятно большим на ключом, как магнит, как они еще одним великим шагом приближались друг к другу. Мелкие вещи. Но это мелкие могут быть очень-очень-очень большие. И когда жена тоже открывает на это глаза и ценит этого, то что он подумал обо мне. Он подумал действительно обо мне. Он не переопущен, потому что именно в листе написано, а еще внизу что. Жена сделала какую-то вещь. Тебе маленькую записку и написать большое тебе спасибо за то, что дом такой убран. Чтобы было ей приятно. Жена сейчас вышла за покупками. Открываешь кошелек, ставишь ему деньги. Будет ей приятно. Будет ей приятно. Мелкие вещи, дорогие друзья, мелкие вещи, они могут быть невероятно большими вещами. И этими должны ценить эти мелкие вещи по отношению именно друг к другу. По отношению друг к другу. И это даст нам с помощью очень большой, большой именно ключ приближения именно друг к другу. Привлижения друг к другу. И благодарность я хотел бы вам показать, настолько далеко идет в наших мудрецах чувство благодарности. Написано в Геморе то, что один из наших мудрецов была очень плохая жена. Чем еще написано в Геморе то, что все то, что она говорила, все то, что он говорил ей, все абсурдно делала наоборот. Все делала абсурдно наоборот. Это мудрец говорил то, что нам достаточно, нам достаточно, что дайену шемегадлот бенену уматсилот отану минахет. Равхия, к которому его жена так сильно плохо относилась, она была такая плохим женой, говорит то, что достаточно нам то, что они наших детей, они вырастывают и спасают нас от плохих мыслей, что от разврата и от плохих миновестных мыслей. Что это значит? То, что Равхия, к которому даже если мудрец была плохая жена, и не делала все то, что он хотел, но тот факт, то, что вот эти две вещи она делает, это уже достаточно благодарить ее, благодарить то, что она именно делает именно нам, какой она бы не была. И сегодня я как раз сказал этому человеку, чуть-чуть, я знаю, как бы, чем семейная ситуация, как бы, в семье, и мамаша, я показал ему, говорю то, что смотри, смотри, как что написано, даже если, даже если какая бы она не была бы. И мудреца определяет, что это именно плохая жена, я не думаю даже у кого-то это, есть правда действительно плохие вещи, которые мудрецы говорят, что это именно плохая жена. Но смотри, какой она не была, да, но эти две вещи она делала, это уже, говорит, достаточно. Потому что достаточно, чтобы мне благодарить ее. И только это, дорогие друзья, давайте задумаемся о том вещей, сколько наши жены делают нам, что мы превращаемся как мужчины благодаря наших жены. Мы же неоднократно упомянули о идее, которую наши мудрецы говорят, что мужчина без жены, это не человек. Это не полноценность. Это не полноценность. Мужчина без жены, это без радости, без торы и так далее. Но хочу вам прочитать то, что написано в Митрешраба. Перещитраба. Написано, мужчина лист вещей, который мужчина без жены, что он не, настолько он, как бы в нехватке, сколько их им на вещей. Мужчина без жены, он является без доброты, без помощи, без радости, без благословления, без искупления грехов, без шалома, без мира, без жизни. Он не является полноценным и он тоже уменьшает образ творца в этом мире. Столько вещей, только чисто факт, что наши жены столько нам дают, кроме всех материальных вещей, которые мы сейчас видим, то, что они убирают дома и все эти вещи, у нас столько благодарности надлежит нам по отношению нашим женам. И это первый момент, один из важных моментов, который мы должны именно понять, когда идет речь о этом. Дополнительный момент, который я бы хотел бы еще то запомянуть. Мы часто, к сожалению, сравниваем любые вещи в нашей жизни с нашими друзьями, знакомыми. Голливуд очень часто играет в нашей жизни большую роль, к сожалению. Мы всегда думаем то, что зелье на другой стороне намного зеленее, чем на нашем стороне. А именно вопрос сравнивать друг друга. Дорогие друзья, это очень-очень вредная вещь, которая могут быть, не дай бог, именно в семье. Не дай бог, женщина может сравнить мужчину, о, он так делал, его муж именно так делал, он может так. Очень часто такие разговоры мужчине очень сильно ломает его мужскую именно гордость. Мужчина, наверное, мудрецы говорят, что у него есть свое определенное эго, свое определенное гордость. Это, в первых, не здорово сначала для женщины, это неплохо. Даже, чтобы сравнивать, зачем, зачем, зачем мучать себя, да, задуматься, зачем мучать себя. А, а что? Именно сравнивать именно этих вещей, это нехорошо. А мужчине, не дай бог, тоже сравнивают. У него там, прошлое было с разными, с разными женщинами. И не дай бог, приходите сравнивать в разных вещах. Иногда, не дай бог, приходите тому, что даже тяжело это и даже говорят, дай бог, для женщины это как удар именно ножом, именно на сердце, дорогие друзья. Это исключено должно быть. Во-первых, что нельзя вспоминать свои грехи и напоминать другому человеку свои грехи, чужие гирхи. Но сравнивать это не должно быть. А потому что мое поле, где я есть, это самое идеальное для меня. Дорогие друзья, когда мы стояли под хупой, мы говорили благословение, то, что этот брак, чтобы был так, как Адам и Хава, Адам и Эва, когда они были в Ганедоне. Это то, что мы желаем новым на паре. Почему именно Адам и Хава? Что, не знаю, Авраам и Сара не были хорошим мужем и женой. Не знаю, там, Раби Акива, посмотрим, какие истории Раби Акива с Рахелем. У них была такая именно любовь и понимание. Яков и Рахель, такие именно шершени шматам, такие именно глубокие вещи там есть. Нет. Адам и Хава. Дорогие друзья, Адам и Хава мы сравниваем и желаем наши новые пары, потому что Адам и Хава, кроме них никого не было. Что было? Или была Хава, или была, не знаю, корова, или что, не знаю, лев, или кто, львица, что ничего не было, никого не было. Ничего не было. И для Хавы тоже никого не было. Это урок, который наши мудрецы говорят в начале нашей строительства нашего дома, дорогие друзья. А именно, нету на этом свете никого, кроме моей жены. Нету на этом свете никого, кроме моего мужа. Нет лучшего человека на меня. Не существует. С его минусами он для меня идеал. Он эталон. Он эталон. Она для меня эталон. Но она для меня все абсолютно на свете. Не увидеть то, что сравнивать с кем-то, как-то, я не знаю, и мне неинтересно, что мое поле здесь именно самое хорошо. Здесь именно самое хорошо. Для меня моя жена, как Хава, нет, я не вижу другого. Кроме другого, это все. Это как змея, это уже урод, это урод, мне никого не все для меня. Наши мудрецы говорят, наши мудрецы говорят следующие слова, дорогие друзья. Это смешно звучит, но подумал настолько глубокий мудрость в этом. Мужчина должен встать и сказать своей жене, дорогие друзья, все женщины на этом свете, они как обезьяны по отношению к тебе. Все женщины на этом свете, как обезьяны по отношению к тебе. Твоя красота, ты как есть, все абсолютно, кто бы ни был бы на этом свете, все как обезьяны по отношению к тебе. Это должно быть одно иное отношение. Это должно быть во первую очередь в нашем понятии, когда приходят мысли с кем-то иностранным, не дай бог, не давать этому никакой именно шанс. Нет позитивной мысли о нашей другом половине, о ее человечности, о всех позитивных эмоциях, о всех позитивных вещах, никогда не давать себе именно плохие вещи. Милиска Гаун писал, дорогие друзья, про то пасу, которое мы сказали. Когда есть какая-то ненависть между мужчиной, между людьми, и мы молчим об этом, и мы молчим об этом, есть какая-то маленькая вещь в нас, внутри. Это может быть маленький крэхс, это может быть маленький изъян, когда это может быть в следующий раз, когда мы уже на грани и мы хотим это все выплюнуть. Все эти вещи, которые накапливаются в нас, эти вещи тоже именно выйдут из нас. За это мысли, которые мы можем прийти, видеть этих вещей, даже если мы видели плохие вещи, и мы закрываем глаза на это, и мы думаем, о, это негативно, о, она такая, она такая, она такая, он такой, он такой, он такой, в какой-то момент это может выйти абсолютно все, не дай Бог. А когда есть любовь, как мы уже сказали, Техосе абсолютно на все покрывает абсолютно все, потому что абсолютно ничего не существует, кроме тебя. И мы как две голубки абсолютно предали друг друга то 120 лет мы преданы друг другу знаете, особенность в чем когда один из сторон умирает другой ударяется об стенку, бывает себя они преданы не до конца преданы не до конца, дорогие друзья это невероятная вещь, и это должны мы показать словами тоже что другая сторона знала этого что она знала, настолько ты ценишь и уважаешь, и все сказать, что в действительности нет мудрецы говорят, должен сказать своей жене все женщины как обезьяны, подошли к тебе действительно так и говорят, должен сказать этого и не дай бог, не дай бог в любом случае сравнивать с кем-то что я уже наделал так, я его муж делал так и вот абсолютно, никого абсолютно не существует я в моем поле это самый идеал, у меня дом самый идеальный, самый прекрасный потому что это мой удел который творец меня подарил и со всеми минусами, что бы ни было для меня это не важно но она именно самый идеальный для меня он для меня самый идеал и таким образом отношения, дорогие друзья мы этими маленькими вещами мы сейчас видим, чувствуем то, что настолько вся картинка вся эмоция все эмоциональные отношения все духовные отношения абсолютно строятся другим абсолютно другой дополнительный момент, который бы хотел бы к этому именно пакету именно дай, дорогие друзья это поднять другую сторону мы это уже упомянули в некоторых именно аспектах но именно поднять другую сторону я это говорю, это чисто мои слова я это не видел нигде но от моей жизни и то, что я знаю то, что я вижу в действительности очень сильно ждет каждая сторона именно вот этот чтобы ее поддержали, дорогие друзья очень часто мужчина старается делать определенную вещь и он падает женщина старается что-то и она падает и не только то, что они стараются есть в них определенные потенциалы которые нужно как цветок раскрывать и они ждут кто-то же будет же который будет именно их поднимать кто-то же дать им на толчок кто-то будет именно пойдет давай, пуш иди вперед, ты можешь другими словами мы ожидаем чтобы кто-то верил в нас мужчина может засохнуть и женщина может тоже так же засохнуть если в нее не верят и невероятно большой потенциал и силы и возможности которые они могли бы проявить в этом мире не дай бог они могут очень быстро засохнуть потому что никто в них не верит если никто не верит в них у них нету достаточно силы чтобы верить именно в себя дорогие друзья необходимо давать крылья друг друга и даже если какие-то вещи падения что-то что бы ни было в этом мире мы как две орлы которые идем вместе мы идем вместе поднимаем друг друга что-то не так произошло кто-то типа что-нибудь сказал ты самая лучшая даже если что-то не так ты самый лучший ты самая лучшая поднять и показать поддержать в ихних сторонах где они должны именно расти помочь ее в ее стороне жизни где она хочет развиваться помочь его в его стороне и поддержать и верить в этом верить в него очень часто многие люди не дай бог из-за того что другие люди не верят в них и говорят ааа ааа людям нету мотивации что-то делать и это не выход из ситуации человек должен сам себе верить сам себе даже но иногда когда жена верит в тебя когда муж женит муж верит в тебя это может абсолютно большим силой и пушем поднять им на вперед то это будет семейных отношения то это будет в работе то это будет в жизни то это будет в любых аспектах нашей жизни нам нужно чтобы верили в нас нам это необходимо как вот это дорогие друзья у меня знакомый человек здесь в Берлине почему к сожалению больше боли я так говорю он говорит мне Моша моя жена говорит мне всегда хочешь разбираться хочешь продвигаться в жизни разбирайся сам я тебе ничего не помогу он еле-ле по немецки разговаривает еле по немецки разговаривает она хорошо знает немецкий она знает все хорошо отлично закон и так далее говорит деньги должен привезти говорит Моша постоянно заставляет меня привезти деньги ну как бы она тоже работает и он нехватка денег постоянно проблема из-за денег это не наша тема сейчас но ну что она не готова ни в чем помочь меня продвигаться в жизни где-то найти написать запрос на работу и что ты сам разберись ты сам один опыт я потом не удивляюсь почему у них может быть семейными на проблем не дай бог те же поддержка даже твой муж даже твоя жена кто бы не был бы дай ему силы дай ее крылья дай чтобы он мог именно летать и поддержать постоянно в этом не дай бог когда есть какие-то ошибки не давать именно по голове а как ты могла в этом ошибаться и проблема это наша про будем это вместе решать я буду как сильный стеной за тобой моя дорогая жена и женщина тоже сам что-то не так было вместе продвинемся вместе именно пойдем это нашим на проблема это нашим новичка ты можешь продвигаться я верю в тебя я верю в твоих силах я уверен в тебя когда мужчина слышит постоянно эти слова так 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 накапливается у него не появляется сам уверенность в тебя женщина то же самое я знаю очень много ну очень много много примеров тогда когда действительно стороны верили друг друга и вещи которые другой стороны даже не думали то что из меня что-то выйдет они как цветок дорогие друзья расцветали цветок расцветали потому что давали им уверенность давали им силы и возможности что ты можешь это ты можешь это и все это то что мы поговорили дорогие друзья это как мы видим вещи которые не физические вещи эти вещи которые духовные моменты которые есть между мужчиной и женщиной эти моменты тогда когда мы строим духовные отношения нашим вторым половинам а именно уважение любовь поднятие благодарность друг другу я хочу сейчас прочитать вам слова рамбома который мы прошлой неделе уже упомянули часть его как рамбом наш великий учитель рамбом описывал обязательства которые надлежит над мужчиной и женщиной чтобы было шалом чтобы был мир чтобы была гармония дома и мы сейчас посмотрим какие позитивные вещи рамбом упоминает упоминает в своей своей книге что мужчина и женщина небеса не подносят друг друга пишет таким образом наш и наши мудрецы они заповедовали нам чтобы мужчина уважал свою жену больше чем себе как говорят наши мудрецы написано такую вещь дорогие друзья кушай мужчина меньше чем ты можешь чем тебе карман позволяет одевайся по своей возможности уважай свою жену и своих детей больше чем твои возможности уважай в чем чтобы они должны выглядеть красивее что они должны покупать им дорогие одежды показать что они были более махубат их неуважение что уважение что мы наш мудрецах это кого-то эта одежда что мужчина должен их одевать и чтобы их неуважение было много больше чем его он может ходить не важно наши мудрецы описать почему для нее уважение очень сильно важно ее как она выглядит ее это чрезмерно важнее мужчина как вы же сказали одно пиджаком он может ходить на свою свадьбе до правнуков когда у него родиться может быть то что сами пиджак я не буду все равно говорят наши мудрецы смотря на нее ее одевай больше чем уважение уважение к ней должно быть намного больше чем ты но ты должен любить ее как уфо так как сама уже себя как сказал рабе кива люби твоего ближнего так как сама уже себя это большая основа всей нашей торе ария кадош писал где это проявляется больше всего люби своего ближнего по отношению к жене любовь как мы уже сказали покрывает все когда я люблю это значит мы сейчас все то что мы сказали мы понимаем что говорит рамбом когда я вижу то что нету никого лучшего чем моя жена когда я сознаю то что любой вещь которую она делает я ценю это все и не существует другого человека кроме моей жены это любовь который покрывает все минусы люби такого же себя ты видишь себя минусы аливай амаке не рацион но ты не видишь себя минусов я человек близок по отношению к себе любить так как сама уже себе теперь поля если ты думаешь подумай всегда о том то что что было бы это мне приятно такой момент такое отношение только вещь то же самое подошли другому подошли на жене любви так кому же себя больше чем ты ты можешь себя любить кого-то но так как сама уже себя все Все то, что тебе приятно – делай ей. Все то, что тебе не нравится – делай. Тебе будет приятно, кто-то будет так с тобой разговаривать? Будет тебе так позитивно будет с тобой разговаривать? Разговаривай тоже с ней. С уважением тебе приятно, когда с тобой разговаривают? Разговаривай именно с уважением. Тебе не нравится, когда тебя унижают, когда тебе ставят именно down? Ей тоже это не нравится. Особенно там, где шхина без благословления, дорогие друзья, зависит от нее. Все абсолютно. Будьте осторожны, говорят наши мудрецы, уважением нашим женам, Потому что вся парноса зависит от неё. Откуда мы знаем? Авраам Авину. Авраам Авину получил все его богатства благодаря... И что? Благодаря её жены. Также продолжается наш великий Рамбам. Если у тебя есть больше денег, если у тебя есть больше возможностей, уважай так как твой карман тебе позволяет. Можешь больше? Уважай больше. Дай уважение её больше. Давай, цени, цени, цени её. Это должно быть отношение мужчины по отношению к жене. Это тот позитивный момент, который говорит Авраам. И дальше, как мы уже помню в прошлой неделе, поводаем, что мужчина не должен быть поставить большой ярость дома и страх и так далее. Разговор должен быть спокойный по отношению к жене. Не быть в ярости, не быть в грусти. Это то, что пишет Авраам. Сейчас переходим на стороне женщины. А что же женщины обязаны, дорогие друзья? Рамбам писал каждое слово. Рамбам, дорогие друзья, мы должны знать. Это мудро сам по себе. Мы можем часами разговаривать на каждое слово, которое он писал. Рама писал, уважай своего мужа чрезмерно много. Мужчина по отношению к жене это не написано. Уважай, это как уважай, так и было сказано. В чём? В одежде и так далее, как мы сказали. Но уважение жены по отношению к мужу, это должно быть чрезмерно много. Говорит, спрашивает Гемора, вопрос. Папа и мама попросили воду. Кому ты должен отвезти? Говорит Гемора. Папе. Почему? Потому что ты и твоя мама, они оба обязаны уважать его папу. Всегда изучают наши мудрецы уважение к папе. Уважение к папе, это настолько важно. Уважение к твоему мужу настолько именно важно. Настолько чрезмерно сильно должно быть у жены уважение к мужу. И пусть будет страх по отношению к нему. И пусть сделает все вещи так, как он его просит. Жена это есть цадика. Цадика что? Это когда делает рецон бала. Когда делает желание своего мужа. Это то здоровое отношение, которое может быть у женщины по отношению к своему мужу. Делает его именно желание. Пусть будет в ее глазах муж, так как король. Или так какой-то большой и важный человек. Как король. Дорогие друзья, представляете, что за слова? Женщина говорит от цари, от молки, ты мой король. Да? Рамбам это пишет. В ее глазах он должен быть действительно как его король. Уважать таким сильным образом. Она ходит так, как ему нравится. И она отходит от всех вещей, то, что ему это не нравится. Такое отношение должно быть у женщины по отношению к своему мужу. Говорит Рамбам это есть тот путь. Святых еврейских пар и чистых именопар в еврейском народе. Слушайте последние слова. Убидрах им элю, я ешуван на э, у мишубах. И такими путями, то, что я тебе написал, говорит Рамбам, Такими путями у тебя будет эшуван, их жизнь, их дом, их все будет прекрасным и восхоленным. Это есть тот еврейский путь, дорогие друзья. Это есть тот еврейский путь, который нам обучает Тора. Хатим шалом. Это есть. Спокойный разговор. Уважение. Жена сегодняшний день думает, что кто тут важнее? Кто тут важнее, дорогие друзья? Кто тут важнее? Женщина сегодняшний день, что он думает? Говорит, как король должна быть она. Он должен быть для тебя как король. Это не сказали, что все мужчины нашли себе этот. Потому что таким образом в действительности будет та шалом дома. Наш мир продает нам блог, дорогие друзья. Продает то, что мужчины и женщины не равны, а нет, это не может быть такого. Когда есть такое отношение, посмотрите на наших бабушек, как они уважали наших дедушек. И посмотрите, как у них любовь была. И уже сказали это неоднократно. Как они именно смотрели друг друга. И когда мужчина так уважает таким образом жени. И посмотрим тогда в действительности, как именно будет им на гармонии.